Уже завтра синоптики в Самаре прогнозируют похолодание до минус 2 градусов и снег. Но за погоду в доме самарцам переживать не стоит. Отопление дали уже в 99% зданий. Коммунальщики обещают устранить неполадки до конца недели и тепло будет уже везде. В этом году по поручению главы Самары Олега Фурсова тепло дали не дожидаясь, пока низкие температуры воздуха продержатся более 5 дней. Уже с 26 сентября батареи согрелись в детских садах, школах и больницах, далее в жилых домах. На сегодняшний день мы вышли на ситуацию точечную, где какие дома не подключены и работа по стоякам. Поэтому мы заостряем внимание, чтобы сегодня не накалять ситуацию до сумасшествия, а именно решить ее в течение этой недели. Задача стоит на сегодняшний день дойти до каждой квартиры, до каждого стояка, до каждого жителя, чтобы он был обогрет и обласкан властью. Чтобы устранять аварийные ситуации на теплосетях, ежедневно работают от 12 до 14 бригад, а также горячая линия, по которой можно сообщить о перебоях в подаче тепла. Еще одной темой совещания стали компенсации за оплату коммуналки. С 1 ноября их будут получать льготные категории граждан. Министерство социальной поддержки ведет подготовительную работу с управляющими компаниями и ТСЖ. Планируется, что с коммунальными конторами будут заключены соглашения об обмене информации, благодаря чему льготники будут получать частичное возмещение расходов. Детали сейчас прорабатываются. Предполагается, что льготникам для получения компенсации никаких бумаг собирать не придется. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.